Темнота полнейшая. Хоть глаз выколи, но я все прекрасно вижу. Нельзя ни в коем случае светить в глаза. Я просто офигел, когда увидел первый раз. Светит очень мощно, скажу я вам. В эпоху коронавируса это очень полезная вещь. Оп, мужчина 49 лет. Всем привет, уважаемые зрители. Сегодня у нас рубрика экстремальные тесты защищенных смартфонов. И в этот раз ко мне в руки попал защищенный смартфон марки Aukitel, модель WP7. И это довольно необычный смартфон. Во-первых, у этого смартфона есть функция ночного видения. То есть он может видеть и снимать в абсолютно полной темноте. Но это еще не все. К этому смартфону также можно подключать два съемных модуля. Во-первых, это супермощный фонарик. И второй модуль это мощная ультрафиолетовая лампа, которая убивает все бактерии и вирусы. Все это находится в этой коробке. И сейчас мы это протестируем. Кстати, вы можете получить себе точно такой же смартфон совершенно бесплатно, потому что специально для своих подписчиков я провожу конкурс и разыгрываю один Aukitel WP7. Условия конкурса вы найдете в описании внизу под этим видео. Итак, давайте откроем коробку и посмотрим, что у нас внутри. Кстати, коробка очень круто сделана. Здесь вот на магнитиках так все. Открываем коробку и внутри у нас находится еще одна коробочка. Кстати, вот они, эти съемные модули. Супермощный фонарик и супермощная ультрафиолетовая лампа. Но давайте пока это отложим в стороночку, посмотрим, что у нас в этой коробочке. А здесь у нас находится, собственно, сам смартфон, а также кабелечек к нему. Вот такой вот OTG кабель, переходничок для наушников. И вот такой вот довольно мощный блок питания, параметры которого вы сейчас видите у себя на экране. А это, собственно, Aukitel WP7. Давайте его включим. Такая вот заставочка. Выглядит Aukitel WP7, как и все защищенные смартфоны, брутально и мощно. Боковые грани из крашеного алюминия, а по углам прорезиненный пластик, который плавно переходит в заднюю стенку. Тут находится датчик NFC, сканер отпечатков пальцев и мощный блок из трех камер, одна из которых – камера ночного видения для съемки в полнейшей темноте. Камеры, как мы видим, не выпирают, а вровень с задней стенкой и покрыты закаленным стеклом Gorilla Glass. А это контакты для подключения съемных модулей, которые мы сейчас протестируем. Дисплей диагональю 6,53 дюйма имеет IPS-матрицу и покрыт стеклом Gorilla Glass толщиной 1,1 мм. Кстати, качество дисплея мне понравилось. В меру яркие цвета, все очень четенько и качественно отображается. Разрешение дисплея Full HD+, 2340 на 1080 точек. Кстати, фронтальная камера врезана прямо в дисплее. Ее разрешение 16 мегапикселей. Емкость аккумулятора этого смартфона целых 8000 мАч. И этого хватит на 1000 часов в режиме ожидания, или 100 часов разговоров, или 14 часов непрерывных игр. А через кабель OTG можно использовать этот смартфон как пауэрбанк и заряжать другие гаджеты. Ну и само собой, этот смартфон полностью защищен от воды, пыли и грязи, выдерживает заморозку до минус 30 и нагрев до плюс 70 градусов, а также падение на бетон с высоты 1,5 метра. А теперь давайте я покажу вам, как работает камера ночного видения. Заходим в камеру. Кстати, здесь все обычно. Вначале режим видео. Между прочим, поддерживается разрешение до 4К. Вот, смотрите. Далее у нас идет фото. А, очень интересная штука. Режим красота. Наводите на лицо любого человека, мужчины, женщины и ребенка, и он определяет его возраст. Вот, давайте наведем на этого дяденьку. Так. Оп. Мужчина 49 лет. Прикольно, правда? И так можно делать с любым человеком. Так, далее у нас режим красивое лицо, боке. И вот, наконец-то, режим night. Посмотрите, в этом режиме все такое вот какое-то бледно-черно-белое, такое мертвецкое. Причем самое интересное, что если сейчас полностью выключить свет, то изображение абсолютно не изменится. Вот какое оно есть сейчас, такое оно и будет. Давайте пойдем в темную ванную комнату и там посмотрим, как это работает. Итак, мы с вами находимся в ванной. Я включу запись экрана, чтобы вам все наглядно показать. И вот так вот мы видим изображение через камеру ночного видения. А сейчас я выключу свет в ванной комнате и плотно закрою дверь. У нас сейчас полнейшая темнота. Но через камеру ночного видения изображение совершенно не изменилось. Все видно точно так же в таком вот серо-бледном цвете. Темнота полнейшая. Хоть глаз выкали, но я все прекрасно вижу. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим. Так, вот у нас тут умывальник. Можно даже включить воду в полнейшей темноте. Так, здесь у нас висит душ. Если я захочу, я могу его взять спокойно, несмотря на то, что я ничего не видел бы без этой камеры. Так, давайте, что еще? Давайте посмотрим, что у нас в шкафчике. Открываем его. Да, все прекрасно видно. Стоят какие-то баночки, средства. Так, что вам еще показать? Вот умывальник. Все отлично видно. Ну и вот, кстати, камера, собственно говоря, на которую я снимал полотенце. Правда, оно бесцветное, хотя оно красное, но оно здесь почему-то такое вообще бесцветное. Но самое главное, что его видно. Этот смартфон можно использовать как прибор ночного видения в полной темноте. В лесу, в пещере, в заброшенном доме или в подвале, где нет света. Можно увидеть все то, что не увидишь обычным глазом. Зверей, летучих мышей, змей и прочую живность, которая любит прятаться в темных местах. Короче, классная штуковина. А еще я обнаружил, что эта камера может просвещать насквозь некоторые предметы. Например, обычная варочная поверхность выглядит вот так. А через эту камеру ночного видения вот так. Ребята, я просто офигел, когда увидел первый раз. Смотрите, видно насквозь все провода, какие-то там микросхемы. Класс, правда? Вот это необычная штука. Жаль, что только одежду он не просвещает, а только некоторые пластиковые предметы. Вот такая вот крутая камера ночного видения. Не только видит в темноте, но еще и просвещает некоторые предметы насквозь. А теперь давайте испытаем сменные модули. Такие штуки я тестирую впервые. Сначала возьмем вот этот модуль. Это мощный двойной фонарик. Тут находятся два светодиода. И на корпусе видим прорези для отвода тепла. Подсоединяется модуль очень просто. Вставляем выступ в оранжевый паз, и модуль приклеивается за счет магнитов. Кстати, очень хорошо держится. Так сразу и не отсоединишь. Зажимаем боковую кнопку, и фонарик включается. Светит очень мощно, скажу я вам. Два светодиода сливаются в один мощный луч мощностью 1000 люмен. Есть несколько режимов яркости, а также стробоскоп и режим SOS. А теперь давайте сравним с фонариком Nightcore, в котором точно есть 1000 люмен. Вот так вот он светит. А это светит смартфон. Снова фонарик. И снова смартфон. Ну, в принципе, я особой разницы не вижу. Так что я думаю, что заявленные 1000 люмен тут реально есть. Посмотрите, разницы абсолютно никакой нет между фонариком за 70 долларов и смартфоном Oukitel со сменным модулем в виде фонаря. Вот такой вот, ребята, крутой сменный модуль в виде мощного фонаря. Единственный его минус это то, что он не защищен так же круто, как и смартфон. Если вы его уроните в воду, я думаю, что он сгорит. А теперь давайте посмотрим второй сменный модуль. Он тоже очень крутой, потому что, ребята, это настоящая бактерицидная или гермицидная лампа, которая убивает все бактерии и вирусы. Подключается этот модуль точно так же, как и фонарик. И включается тоже длительным нажатием на боковую кнопку. Начинает излучаться вот такой вот синий ультрафиолетовый свет. Но с ним нужно быть очень аккуратным. Нельзя ни в коем случае светить в глаза, иначе можно получить ожог сетчатки и на время потерять зрение. А также нельзя долго светить на кожу. Это тоже вредно. Для камеры это безвредно, поэтому я могу посветить прямо в объектив, чтобы вы увидели, как это выглядит. При помощи этого модуля можно обеззараживать пищу, дверные ручки, кнопки в лифте и вообще все, что угодно. В эпоху коронавируса это очень полезная вещь, особенно если кто-то сильно помешан на чистоте. Такая себе мини-кварцевая лампа у вас в кармане. Вот такие вот два необычных модуля. Кстати, при покупке Aukitel WP7 можно купить смартфон сразу с двумя модулями, как у меня. А можно купить только сам смартфон без модулей, а модули можно докупить отдельно. Также можно купить только один из модулей, которым вам нужен. Только фонарик или только ультрафиолетовую лампу. Кстати, на сайте Aukitel сейчас суперакция. Флагманский Aukitel WP10, который стоит 700 долларов, сейчас продают с огромной скидкой. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. А также там разыгрывается 10 таких смартфонов. Ссылку на конкурс я тоже оставлю в описании. Ну а теперь давайте проведем самый главный тест этого смартфона и узнаем, что будет, если помыть защищенный смартфон в посудомоечной машине. Я установлю экшн-камеру внутри посудомойки, и мы сможем снять на видео, что будет происходить внутри, когда она будет работать. Мне кажется, это будет очень интересно. Итак, камера надежно зафиксирована. Также нам понадобится вот такой вот фонарик, для того, чтобы внутри посудомойки было светло. Ну а теперь давайте возьмем наш Aukitel WP7, включим какой-нибудь видосик на YouTube и положим его на нижнюю полку. Все, смартфон готов к испытаниям. Теперь осталось только положить таблетку моющего средства и выбрать программу мойки. Это будет мойка при температуре 50 градусов на 30 минут. Самая короткая мойка. Поехали! Ну что ж, давайте посмотрим, что же происходит внутри посудомоечной машинки. Сначала полная тишина, и абсолютно ничего не происходит. Кстати, круто, что сейчас есть посудомойки. Сколько же я в детстве перемыл посуды. Просто страшно вспомнить. А сейчас сложил себе все в посудомойку, и она себе моет. Класс! Конечно, и сейчас посудомойки есть далеко не у всех. Кстати, напишите, есть ли у вас посудомойка дома или нет. Просто ради интереса. А тем временем, смотрите, вода снизу набирается. Посмотрим, что же будет дальше. Вау! Смотрите, пошла жара! Включилась водяная карусель. И сразу же капли воды начали кликать по экрану и переключать разные приложения. Через 2 минуты включилась верхняя водяная карусель, и теперь вода уже льет и снизу, и сверху одновременно. Да, не хотел бы я оказаться на месте смартфона. Надеюсь, он это выдержит. Еще через 2 минуты включились еще и боковые форсунки с водой и начали поливать смартфон сбоку. Началась целая водяная буря. И так продолжалось примерно 20 минут. Затем водяная буря успокоилась, потоки воды прекратились, и я увидел, что на экране смартфона открыт Google Pay. Вот до чего докликались капли воды. Затем вода ушла, и снова наступила тишина. Но через какое-то время вода включилась снова, и очевидно началось ополаскивание посуды. А тут еще и экран смартфона погас. И загорелся он только почти под конец мойки. Выскочило какое-то окошко, но что там написано, совершенно не разобрать. А еще к концу мойки почти разрядился фонарик. И внутри посудомойки воцарилась почти что полная темнота. Как только программа завершилась и посудомойка пропищала, я сразу же открыл дверцу. Меня обдало паром, и я увидел смартфон с потухшим экраном. Я взял его и попробовал включить. Он был очень-очень горячим, и включить мне его не удалось. Заставка на секунду включилась, но вскоре снова погасла. Смартфон просто отказывался включаться. Через пару минут я повторил попытку, и он все-таки включился. Но высветилось сообщение о том, что батарея перегрелась. Извлеките батарею. Я бы, конечно, ее извлек, но она, к сожалению, не извлекается. Ну что, ребята, смартфон остыл и работает вообще без перебоев. Просто оказалось, что батарея немного перегрелась. Неудивительно, температура 50 градусов, горячая вода, пар и так далее сделали свое дело. Я немного переживал насчет того, что моющее средство посудомойки разъест смартфон, но никаких следов коррозии я не вижу. В этом плане все просто отлично. Так что, ребята, мы бросали смартфоны уже в стиральные машины и в посудомойку. И теперь даже не знаю, куда еще можно будет бросить следующий защищенный смартфон. Такие дела, ребята. Напоминаю еще раз о конкурсе. Все условия в описании. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok